Нашел на Mail.ru статью 6 признаков, что ваше сердце вот-вот откажет, ну и решил написать свое ТОП-10. И условно это видео относится, интересно будет и мужчинам и женщинам, потому что по большому счету сердечно-сосудистая система работает очень интенсивно, вне зависимости от пола, от возраста. И очень важно понимать, когда она еще может работать эффективно и результативно, и когда она уже требует определенной помощи. Поэтому ТОП-10 смотрите, единственное, что не хватает сразу за валидол или валерьянку, воспринимайте информацию спокойно, в случае, если у вас есть какие-то нарушения, не вопрос, вы можете их, ведь ничего не меняется от того, что вы узнали. Просто нужно делать целенаправленные действия. Итак, ТОП-10, из них ТОП-1. Первая позиция, это боль в области сердца, это одышка, это головная боль, это сердцебиение. У кого из вас это не знакомо? Практически всем. Но, очень важное дополнение. Если эти признаки возникают при подъеме по лестнице выше третьего этажа, в принципе, вы в зоне безопасности. И чем больше вы сможете преодолеть ступени без этих признаков, тем здоровее ваша сердечно-сосудистая система на данный момент времени. Потому что, я вам скажу, там есть один фактор, который очень жестко меняется, очень активно меняется. И он любую самую хорошую систему может поставить на грань. Но это будет чуть позже. Если же эти признаки у вас появились при подъеме до третьего этажа, вы уже в серьезной зоне опасности, потому что и сердце, и сосуды работают не лучшим образом, и тут реально нужна вам конкретная помощь. Позиция номер 2. Ну, тут многие сейчас удивятся, но Mail.ru так написал. Там написано так. Рептильная дисфункция или импотенция. Вы знаете, я тоже вначале как-то несерьезно эту информацию воспринял, потом понял. По большому счету, многие считают, что это возникает из-за того, что мужчина как-то по-другому относится к любимой женщине. Все совершенно по-другому. Вот просто если кровообращение в этой зоне нарушено, мало идет крови или кровь идет не того качества, ситуация развивается и фактически развивается импотенция. Поэтому раннее развитие атеросклероза сосудов это снижение потенции. Диабетическая ангиопатия, если вы не знаете, как сахарный диабет контролировать, это снижение потенции. Грязная кровь, плохая экология, которая сегодня сплошь и рядом, это снижение потенции. Причем, если раньше все это возникало в возрасте преклонном, после 60-70 лет, потому что до инсулина, в принципе, диабет первого типа, люди не доживали без инсулина. Со вторым типом диабета можно было жить десятки лет, если правильно питаться. Атеросклероз сосудов, да, развивался после 60-70 лет, сегодня он развивается в возрасте от 20 лет. Я понимаю молодых ребят, которые приходят, а у них функция снижена. Ну и экология сегодня, мягко выражаясь, не самая лучшая, поэтому я прекрасно понимаю, когда грязная кровь идет в половую систему, то там уже не до жира быть бы живым. Поэтому, по большому счету, грамотное очищение организма приводит к тому, что, в принципе, эректильная дисфункция исчезает, а потенция возвращается. Ну, австралийские исследования 2013 года дали очень интересную картинку. Они увидели взаимосвязь. Чем хуже эректильная дисфункция, то есть, чем грубее импотенция, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти. То есть, тут все понятно, но другое исследование, оно показывает взаимосвязь наоборот. То есть, при эректильной дисфункции сердечно-сосудистых заболеваний чаще в два раза. То есть, что получается, когда мужчины, ну, скажем так, скажу по-другому, заставить мужчину побегать по стадиону, позаниматься в тренажерном зале, нужно его заставлять. Чаще всего мужчина идет туда под нажимом, как и в плавательный бассейн. А, ну, среднестатистический мужчина, его загонять в койку не надо, это нормальная потребность, которая, в принципе, если она удовлетворяется, то есть, уровень активности достаточно высокий, то, понятно, сердце и сосуды будут тоже в хорошем состоянии. мужчина это делает регулярно, все нормально. Но как только появились уже сердечно-сосудистые заболевания, тут пошел порочный круг, они снижают активность, и снижается, появляется эректильная дисфункция. Поэтому тут все понятно, очищение организма, омоложение, не вопрос, все это можно делать, и возвращать мужчину в строй. Позиция 3. Сердцебиение, перебои. Ну, тут я понимаю, почему он не появляется, то есть, это вне связи с физической нагрузкой, тут играет значение, имеет огромное значение, но, к сожалению, это не пишет, она пишет синдром выходного дня, то есть, гиподинамия на фоне переел, перепил и не доспал. То есть, тут я все прекрасно понимаю, но, на мой взгляд, гиподинамия, это не самый худший вариант в этом случае, потому что, когда человек много съел, много выпил, и не выспался, не отдохнул ночью, все это увеличивает объективность, въем и вязкость крови, и вот здесь гиподинамия, это фактор спасения. Вот гипердинамия здесь, абсолютно противопоказывает. То есть, когда человек переел, перепил, и не выспавшийся, пошел, бегать, пошел гулять, там, я не знаю, ездить на велосипеде, плавать, вот тут опасность. Потому что, густая кровь, а сердцу вынуждено, то есть, когда идет мышечная нагрузка, потребность кислороде возрастает. Кто ее обеспечит в вашем организме? Сердечно-сосудистая система. Если кровь густая, как она ее обеспечит, а не как, с перенапряжением, вот тут есть риск обострить до, мягко выражаясь, инфарктного, либо реанимационного отделения. Поэтому тут нужно просто понимать, что если у вас выходной день и гиподинамия, то вы должны скромно, соответственно, активности кушать, пить, и больше спать, больше отдыхать, потому что это же выходной день. Тогда позиция номер 3 не будет иметь для вас значения, потому что она, по сравнению с первыми и двумя, легко устраняется. Просто правильным отношением к себе, к своему здоровью, к своей жизни в конце концов. Позиция 4. Отеки на ногах. Ну, вы знаете, когда вы видите отеки на ногах, это говорит о том, что у вас там примерно уже литр воды находится. То есть визуально вы видите отеки, когда накопление воды на периферии уже около литра. Есть другой признак, который показывает на ранних стадиях отечность, которую вы не видите. Вы снимаете носки, видите отпечатки носков. Это уже признак, это уже говорит о том, что резинка носка, она передавила, нарушила кровообращение, там появилась отечность. Есть еще один простой признак. Тесная обувь. То есть та обувь, в которую вы утром ходите легко, вечером пытаетесь одеть, чтобы вынести мусор, или там выгулять собаку, или гостей проводить. А обувь одевается с трудом. Вот это уже признак того, что да, ситуация есть, проблема есть, и вам сердцем, сосудами, почками уже нужно заниматься. Потому что в этой ситуации три основных игрока, это сердце, это сосуды, это почки. Конечно, почки больше показывают, дают о себе знать утром, когда вы проснулись, отекшее лицо, отеки под глазами. Но это более специфические отеки. Но в принципе в управлении жидкостью работают и насос сердца, и транспортер сосуды, и выпускающие почки. Поэтому тут нужно понимать, что если появилась отечность где-то когда-то, вам нужна конкретная помощь. Потому что ситуация не самая простая. Позиция номер пять. Головокружение. То есть, в принципе, это показывает наличие гипоксии головного мозга. И вот если головокружение периодически появляется, то есть это говорит о том, что в принципе сердце через те сосуды, которые есть, не может доставить кровь к мозгу, появилось головокружение. Когда оно может усиливаться, то есть когда у вас в покое головокружение, то совсем плохо. Но если вы лежали какое-то время, то вы решили резко встать. Появилось головокружение. О! Вот это уже говорит о слабости сердца. Ну, кстати, резко вставать никто не рекомендует. И я тоже. Поэтому таким путем себя лучше не испытывать. Поэтому этот признак не самый лучший. Скорее, лучше всего пройдитесь по ступенькам, проверьте себя там. Кстати, на моем канале есть несколько видео «Как стать миллионером». Там тесты, которые тестируют различные системы вашего организма, по которым вы можете определить свой биологический образ. Поэтому, по большому счету, после этого видео вы можете посмотреть еще и те, чтобы вам это было проще. Жмите на кнопку подписки, становитесь подписчиком моего канала. И в любое удобное для вас время вы это сможете сделать. Потому что, по большому счету, тут очень большое значение. Да, порог сердца, если он есть, вы о нем знаете. Если атеросклероз сосудов развился, то, как правило, вы уже о нем знаете, потому что у вас уже позиция номер два, реактивная дисфункция появилась. А вот вязкость крови, она меняется в очень больших пределах, в очень широких пределах. И вот здесь вот зависит, конечно же, от того поведения, того образа жизни, который вы имеете. Она очень четко на это реагирует. На характер пищи, на ритм получения пищи, на объем пищи, на ритм введения жидкости вашего организма, ваш организм, и выведение жидкости, очень влияет вязкость крови. Но это такой более мобильный показатель. А есть более такие стабильные. Протромбиновый индекс, по нему идентифицируют густую кровь. И, к сожалению, назначают аспирин, который в половине стран Европы запрещен. Потому что, к сожалению, если у вас высокая вязкость крови и отраслеров сосудов, то очень нужно хорошо подумать, прежде чем применить аспирин. Потому что вероятность разрыва сосуда она в этих условиях выше. А аспирин, он не просто снижает вязкость крови, он еще увеличивает время кровотечения. Поэтому тут есть определенные особенности. Тем более, если мужчина, мужчины часто имеют эрозивный гастродиодонит, язвенную болезнь, это тоже не самое лучшее состояние. Очень часто бывает геморрой, вы знаете, там тоже очень большое значение имеет способность крови сворачиваться. Ну, кстати, есть еще признаки, которые говорят о хроническом увеличении вязкости крови. Это повышение уровня гемоглобина и количество эритроцитов. Потому что если взять всю кровь, посмотреть, какие там мобильные ситуации могут быть, что может влиять на вязкость крови, то размер эритроцита очень большое значение имеет, а это и уровень гемоглобина. Количество эритроцитов, понятно, чем больше вот этих крупных шариков находится в крови, тем меньше свободного места между ними для плазмы крови. Возникает очень неприятная ситуация перегрузка сердечно-сосудистой системы большим объемом и вязкой крови. То есть тут есть определенные моменты, вы должны понимать, должны их контролировать. Потому что по большому счету это очень серьезный показатель, который в режиме реального времени тестирует вашу сердечно-сосудистую систему на прочность. Есть еще признак на МЛУ, 6-й, топ-6, это облысение. Ну, вы знаете, я понимаю, я системно отношусь к здоровью человека. Я понимаю, почему облысение имеет значение в этом случае. Потому что волос фактически индикатор чистоты крови. Чем более грязная кровь, тем короче продолжительность жизни отдельного волоса и волосы выпадают чаще. вначале они становятся более редкими, а потом они растет только небольшой пушок. То есть волос, почему длинный волос? Потому что он же растет месяц, месяц и годы. Кто-то может вырастить патлы, скажем так, до плеч, кто-то больше, ну а у кого-то ежик прореживается. Вот тут возникает ситуация. То есть тут же все просто. Чем больше возраст волоса, тем он длиннее может быть. И он не сечется, не ломается, он находится просто на голове. Но когда волосы падают чаще, появляется облысение, появляется залысин, я понимаю, что просто индикатор грязной крови показывает об этом. И очень важно, чуть позже будет 9-я позиция, которая жестко усиливает облысение, я попробую не забыть вам об этом сказать. облысение очень имеет большое значение, напомню еще раз, потому что токсические вещества, находясь в крови и сокращая продолжительность жизни отдельного волоса, из-за чего появилось облысение, они увеличивают вязкость крови. А вязкость крови, как я уже сказал, это нагрузка на сердце и сосуды. Вы понимаете, что разведенное магазинное молоко сердцу перекачивать было бы проще, чем хорошую густую домашнюю сметану. Тут понятно, почему. Позиция номер 7. это синдром хронической усталости. Тут я прекрасно вас понимаю, хочется работать, хочется больше, хочется в отпуск попозже, хочется отдохнуть на пенсии, все прекрасно понимаем. Но если у вас усталость остается утром, если вы поработали, достигли определенной степени усталости, после этого вы отдохнули, восстановились ночью, утром бодрым, активным пошли работать, все прекрасно. если у вас в течение дня возникают какие-то нюансы, вы ходите, скорее не ходите, вас сквозняком переносит из одного помещения в другое, я вас прекрасно понимаю, мозг не восстановился, мозг получает густую кровь, не получает свой кислород, поэтому ты устал. мозг, ведь это эмоциональные ощущения, так же как и страхи, так же как и тревоги, так же как и депрессия, другие изменения активности мозга, которые возникают в этой ситуации, а индикатор очень простой, просто ваш мозг сигнализирует, он не получает нужное количество крови, депрессия это если весь мозг не хватает, страхи, тревоги, там какие-то нехватка воздуха, воды, чего угодно, это локальные небольшие зоны мозга не получают свой кислород, все понятно, поэтому очень важно понимать, что если есть синдром хронической усталости, то вы должны заниматься печенью, печень восстанавливает ваш организм, если появился синдром хронической усталости, это говорит о том, что печень не самая сильная у вас, и нужно ей специфически помогать, нужно ей хорошо помогать, нужно создать режим питания, рацион питания отредактировать, и все будет нормально, позиция номер восемь, это темные круги под глазами, это очень чуткий индикатор, вы знаете, очень чуткий, стоит вам переработать и не до восстановиться, темные круги пошли, если это хроническое состояние, возникает проблема, возникает ситуация, потому что что такое темные круги под глазами, у вас под глазами есть сосуд, который имеет определенный диаметр, когда организм работает слишком интенсивно, вязкость крови увеличивается, кровь распирает сосуд, и вот эти сосуды, когда они лежат вот так, вы их не видите, когда сосуды стали более толстыми, вот тут начинают просвечивать под глазами, потому что там очень нежная клетчатка, там сосуды находится на поверхности, это великолепный индикатор, вы можете совершенно спокойно, каждое утро подошли к зеркалу и посмотрели, ага, темных кровов под глазами нет, все, могу работать интенсивно, так как хочу, но в случае появления усталости, вы должны понимать, что вы свой организм достаточно хорошо нагрузили, нужно дать отдых, ну, вы знаете, системы есть разные, кто-то говорит, спать нужно 6 часов, кто-то говорит, 8, кто-то 12 часов, нет одного индикатора, есть один индикатор, ваша работа, которая вызвала у вас ощущение усталости и необходимое время на сон, которое дает возможность вам восстановиться и утром бодрым встать и опять идти на свою работу, исполнять свой трудовой долг, но не подвиг, подвигов делать не надо, если у вас появилась усталость, это не то, что вам нужно уже отдыхать, потому что эта ситуация очень переменная, и вы вот так взглядом в зеркало легко можете определить свое состояние, свою работоспособность на сегодня, все это просто, и вот здесь очень важное значение имеет ток 9, это темперамент, потому что когда у вас есть хорошая память, и вы помните, что нам говорили раньше думай о родине, а потом о себе, а то в труду и обороне, вот здесь я понимаю, что эти рекомендации, они не для здоровья, они именно для подвига, они для того, чтобы поработать и отдать жизнь за родину, знаете, отдать жизнь это здорово, но лучше отдавать свои знания каждый день, чем отдать один раз жизнь, так родине будет лучше, родине будет спокойнее, и ваша жизнь будет продолжительной, и самое главное, ваши друзья и родственники будут наслаждаться общением с вами более длительное время, когда у вас слишком сильная мотивация, что нужно выполнить любой ценой, вот эта цена очень часто в жизни, поэтому холеричный темперамент я уважаю всех, но в зоне опасности находятся холерики, меньше опасно, это для сангийников, потому что у них более такой уравновешенный тип нервной деятельности, холерик, к сожалению, ему сказано, надо выполнить, он пошел и пытается выполнить, хорошо, если здоровья хватает, потому что в этом случае, когда человек находится в состоянии стресса, пытается выполнить какую-то нагрузку, у него возникает очень простая ситуация, в этой нагрузке кровь не попадает фильтром, и очень часто, когда блокирована печень и почки, в корве, когда накапливается слишком много токсинов, в этом случае и волосы часто выпадают, и облысения появляются, и потенция начинает падать, потому что не нужна она в этой ситуации, в этой ситуации нужно быстро соображать, быстро бегать, прыгать, выполнять какие-то действия, но не связанные с системой размножения, поэтому тут я хочу вам сказать, что знаете, когда есть определенные особенности темперамента, не нужно себя жестко ломать, нужно просто понимать, что ваш организм имеет определенные возможности, которые меняются день от дня, и если вы что-то делаете в этом направлении, прекрасно, если вы ничего не делаете, понятно, что организм будет двигаться в определенном направлении, поэтому топ-10, десятая позиция, это простое вам предложение, конечно, часть людей решает, я не хочу ничего делать, буду жить как жил, вопрос в чем, вы знаете, не дураки писали эту статью на Mail.ru, я понимаю, что очень серьезно это все, потому что по большому счету, не угадать с физической активностью, уже всего один раз жизнь, загреметь в лучшем случае инфарктное отделение, поэтому здесь нужно просто понимать, что жизнь дана вам один раз в этом теле, и фактически очень обидно, если человек приобрел определенную сумму знаний, а потом внезапно взял и умер, и унес эту сумму знаний с собой, поэтому тут нужно просто понимать, что лучше дозированно отдавать какие-то знания, какую-то информацию, работать на благо своей страны, и радоваться жизни, радовать своих окружающих, поэтому ничего не хочу делать, это здорово, но это неправильный подход, лучше понять, я вам дал определенную шкалу для самооценки, вы проходите периодически по ней, тестируйте свой организм, и работайте в соответствии с теми возможностями, которые вы на сегодняшний день имеете, тогда продолжительность вашей жизни будет максимально большой, и качество жизни будет высокое, а я надеюсь, что я свою функцию выполнил, я это видео написал, вроде как осветил все моменты, которые хотел, но от вас теперь зависит, что вы будете делать, как вы распорядитесь этой информацией, а я пойду напишу еще какое-нибудь видео для вашего здоровья и активного благодолития. субтитры создавал DimaTorzok,